привет ребята близко к краю карты помпу нельзя ставить да смотри получается 1 2 3 4 5 тайлов должно быть расстояние от края карты чтобы можно было установить помпу поэтому иногда может возникнуть вопрос а как же куда же откачать воду хорошо если у нас есть водоносный слой куда можно в принципе любую любую жидкость воду воду скинуть у него да хорошо если у нас есть рельеф какой-то и мы там можем в ущелье мы находимся выше мы можем в это ущелье скинуть воду и она стечет там за край карты но может быть такая ситуация когда у нас допустим равнина и нам необходимо сбросить эту воду прокопать канал не вариант почему потому что мы не можем копать на краю карты то есть мы не мы мы не можем здесь строить вот здесь если можно прокапать то один тайл на карте нельзя но решение есть я думаю сейчас мы его проверим так как там наш механик справился да вроде надела механизму вы уже наверно догадались если смотрели видео вы помните где я говорил о том что есть где мы делали подземное подземное пастбище о том что интересная вещь да на самом краю карты можно строить на самой край карты можно выносить мосты и их можно под ним поднимать и они водонепроницаемы вроде бы сейчас мы это проверим строим раз ой а блоков блоков нужно еще сделай мне пожалуйста еще блоков блок блок вот так давай запустим сейчас сделать наш рабочий еще блоков гейт это мне для экспериментов понадобится так есть с одной стороны мост давай попробуем поставить другой стороны мост два блока затем нам нужен рычаг рычаг поставим это здесь и этот рычаг нужно будет объединить с двумя мостами не знаю можно ли объединять сейчас заодно посмотрим так линк этим линк сказать можно на каждой линк линковку по моему по 2 так принес они еще от чем механизмы такие тяжелые да смотри они медленно медленно так тащат их 11 механизм то есть при линковке один механизм устанавливается на объект который линкуем на исполнительное устройство один на источник сигнала вот и он принес один механизм поставил сюда если сейчас второй механизм принесет сюда поставит после этого мы дернем рычаг теоретически то есть вот этот тайл помпы он не водонепроницаем но по диагонали вода может течь так давай об а этот поднят до поднят у нас вроде пробуем запускать и посмотрим что произойдет через поверхность ручья позапрошлое позапрошлое видео по моему где экспертам удивительный ручей то есть мы ходим по воде до внизу вода брук ручей внизу вода а сверху камешки и мы ну камешки не знаю камешки не камешки это брук ручей вот и мы ходим по воде аки аки я не знаю кто там зимой ходил по воде вот хотя еще сейчас не зима о смотри красота все откачиваем воду теперь у нас здесь есть удивительный тайл непонятно чего во первое видно как течет водичка да она почему-то здесь меньше чем здесь а почему то есть брук тоже является источником воды здесь два специальных тайла есть был брук и есть river source источник реки что из них является действительно источником непонятно можно будет потом помпу поставить еще здесь и посмотреть здесь если пропадет то есть мы теоретически вот здесь помпу и вот здесь помпу можем поставить вот и если мы будем откачивать то вот это если это не является источником воды мы сможем увидеть то есть если брук этот специальный блок не является источником воды то здесь вода исчезнет если мы в двух точках вот этим будем откачивать а если является то собственно она будет здесь спавнится. По-моему, она здесь спавнится. Вот тут, где Брук, Брук, по-моему, это блок, который спавнит воду в себе. Специальный блок, в котором вода появляется. Потому что, смотри, вот здесь два, а здесь три уровня. Видишь? Тут один, а тут два. То есть, соответственно, вот эта вода, это сам Брук, скорее всего, спавнит в себе воду. То есть, мы отсюда забираем. Ну-ка, еще раз такое будет у нас повториться. Сейчас уже не повторяется. Ну, можно более чистый эксперимент, я же говорю, можно сделать. Вот единичка. Казалось бы, почему здесь единичка, если отсюда вода течет? Правильно? Тоже не ясно. Вообще, Брук очень удивительный. Это удивительные блоки. Так, а можем ли мы сейчас как-то перекрыть это дело? Вот здесь внутри, в Брук, мы можем Волл, допустим, построить? Нет. Блок это дислокейшн. А вскопать Брук? Ну, по крайней мере, попросить. Вскопать мы его можем. Но не факт, что он вскопается, да? То есть, нам нужно два тайла, как минимум, два на два, две помпы для того, чтобы суметь откачать. То есть, мы ему... А можно ли... А ну-ка, перестань, перестань это делать. За край карты вода утекла. Хорошо. И давай мы разберем. Можно ли на поверхности Брук устанавливать помпу? Тоже еще такой вопрос. Да. Смотри. Ставится без проблем. То есть, можно одну стенку отнести выше. Откачать вот этот тайл, откачать вот этот тайл. В одном тайле сделать ступени или не ступени, рампу. А во втором тайле... Давай попробуем. Давай попробуем. Так. Это разбери, пожалуйста. И построй construction bridge. Так. Построй немножко дальше. Вот здесь. Там по кустику. Ничего страшного. Ставим помпу. И вторую. Вскапываем. Вот здесь. Рампу. Есть. Мост. Нужно залинковать. Подожди. А, кстати, сейчас инверсия будет или нет? Смотри. То есть, сейчас мы посмотрим, реагирует мост на единичку. То есть, у нас теоретический lever сейчас подает единичку. Что произойдет с мостом? либо мост реагирует на изменение сигнала. Залинкованный. Ну-ка. full lever. Ага. Мост у нас реагирует вообще непонятно. То есть, он с единички на ноль две линковки, да? А сейчас среагируем. То есть, при переходе с единицы на ноль он не среагировал. Странная логика. То есть, он был залинкован. А, ну, в принципе, да. То есть, на фронт импульса реагирует. Не на состояние, а именно на фронт импульса. Когда импульс переходит, то есть, у нас рычаг, вот когда мы его дергаем, да? Был нолик, потом хоп, единичка стала. Вот. Так вот, мост реагирует не на уровень сигнала ноль или единичка, он реагирует на переход. То есть, когда с нуля, то есть, на передний фронт импульса, по переднему фронту импульса у нас мост закрывается, по заднему фронту импульса, то есть, когда с единички на ноль, он опускается. Соответственно. Ну, с этим понятно. Давай, запускаем прокачку. Так, начинаем качать. То есть, теперь, теоретически, вот эта задача выполнится. Делай, 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 делай. давай на, есть. И мы здесь можем поставить стену. Вол, из блока, быстрее. Давайте, давайте, оп, готово. сверху у нас вместо камешков брук, поскольку там уже брук нет. нет, там все еще брук. А что это за брук? Брук, это типа каменная поверхность такая, да, как у доломита. смотри, таял. То есть, пол у нас остался ручья. Это ручей. Вот это верхняя крышка, которая, по ней можно ходить, ручей, по которому можно ходить. Это пол, вот, который, по сути, является, то есть, с точки зрения помпы, он является решеткой. Через него можно и ловить рыбу, через него можно и прокачивать воду, через него проходит вода. То есть, это дырявый, дырявый такой полк, но по нему можно ходить, и предметы не падают туда. То есть, если уронить, там вот бревно срубаешь, да, оно не падает туда. Так, и давай посмотрим, что сейчас будет происходить. Очень интересно. А, не все. Мы перегородили, перегородили источник. Можно было с этой стороны подходить, заодно посмотрели бы, является источник, источников, источником или нет. Но является, потому что увеличилось до 7, то есть, здесь спавнится вода, а тут, ну, нужно еще одну загородку. Ну ладно, это уже выходит за рамки. Я, собственно, хотел показать, как можно вывести, отвести воду. То есть, поскольку каналы мы не можем прокапывать, да, если мы попытаемся прокопать канал, отмаркировать, то у нас последний тайл не вскапывается. И так же, внутри. То есть, если мы посмотрим, вот так вот сделаем, вот этот последний тайл, хотя мы его маркировать можем, да, но он, мы копать его не можем. Он не вскапывается. Соответственно, для того, чтобы вывести воду, то есть, сделать канал, можно использовать мосты. Вот тогда я не знал, как это можно использовать мосты. Но на самом деле с помощью мостов мы можем формировать канал, через который сбрасывать воду за край карты на любой высоте, на которой нам угодно. То есть мы можем вверх построить какую-то, я не знаю, большую башню и сверху с этой башни прям туда выкачивать и сбрасывать воду. Без всяких проблем. На этом все. Потом я еще поэкспериментирую с ручьем. Надо очень интересно. Я же говорю, это не обычные блоки. Это блок, который... Блок воды, в котором можно прокопать ступени из воды. Очень странные. Специальные свойства, это надо тщательно изучить, чтобы понять, что это такое, из чего состоит и как это работает. Как с ним можно взаимодействовать, чтобы разные особые вещи. Еще надо с колесом попробовать. Колесо же может теоретически водяное... Может работать через него или нет? Через вот эти тайлы. Являются они препятствием для колеса или нет? Вот этот пол. Это пол для колеса или это не пол для колеса? Ну, это я же говорю, это уже в каком-то каких-то следующих видео. Вот, собственно, канал. Как выкинуть воду за край карт. Необычное использование мостов. Все. Хорошей игры. Услышимся, ребята. Пока. Пока. Продолжение следует...